Девушки отдыхают Не надо прямо так на него зарабатывать, ё-моё Иосиф Виссарионович, я вам перезвоню Ты что, показывала сиськи какому-то Сталину? Кому? Кому ты звонила? А, это была онлайн-консультация А, вот так вот это называется, да? Онлайн-консультация Раньше это была просто порнушка на веб-камеру А сейчас это онлайн-консультация Класс, класс Ну я серьёзно, это была онлайн-консультация У врача, у мамолога Мамолога, да? А потом я увижу твои сиськи В каком-нибудь телеграм-канале Сиськи на скорости, да? Егор, ну что ты такое говоришь? Ну, понимаешь, просто сейчас Все больницы закрыты Вот, а врачи могут тебя По скайпу Консультировать А деньги ты этим врачам Тоже на камеру показываешь, да? Нет, я им на карточку отправляю Это хуже А что, действительно больницы прям все закрыты? Ну, работают только инфекционки Но если у тебя проблема То врач может тебя проконсультировать онлайн Тут онлайн не получится Тут такая проблема, что Надо ехать Коронавирус? Жопа напрягус А что это такое? Геморрой по-старому А это то же самое, что было у Танькиного мужа? Нет, у Танькиного мужа Вот там вот действительно Он кредит в долларах взял А у меня просто задница болит Зайчик, дай потемай Яна, ты в своем уме Ну ты чего? Ну, ну, Пусть Ну пойми, что С геморройом тебя в больницу не примут У тебя должны быть какие-нибудь симптомы коронавируса Вот скажи, ты, ты, ты кашляешь? Слава Богу, нет Если бы я еще и кашлял Мне бы в два раза больнее было А запах и вкус ты чувствуешь? Вот если я кашляну То запах все почувствуют Так, а откуда он у тебя? Да ну откуда, я знаю На карантине долго сидели Вот я и насидел Слушай, ну смотри Я тебя сейчас запишу на онлайн-консультацию к врачу К мамологу А что у тебя еще с грудью проблема? А ну попрыгай так, как будто ты скачешь на лошадь Яна, у меня нет проблем с грудью У меня есть только одна проблема С моей подружкой У тебя нет подружек Я про свою задницу Ах, господи, не знала, что вы дружите Хорошо, сейчас вот я запишу тебя к проктологу И ты ему все покажешь Что покажешь? Я не собираюсь ничего показывать Ой, Егор, я тебя умоляю Ну тут ничего нет постыдного Вот я, например, уже два раза ходила на прием к гинекологу Это вы вообще, женщины, можете себя всему интернету показать А я не такой Что? Что? Вот и вспомни, как мы с тобой познакомились Ты мне в интернете скинул свою голую фотку и... И ты влюбилась? И я поржала Как поржала? Вообще-то... Там просто ракурс неудачный был Я в следующий раз не буду со стороны живота фоткать Ну, короче, не важно Ты это... Давай, собирайся, поехали в больницу Да тебя без симптомов не примут Примут Если что, я им прямо в приемном покое Как кашляно Господи, да не выдумывай Да это ты не выдумывай Ну, о чем ты говоришь? Ну, какой онлайн? Ну, а если у меня, не дай бог, аппендицит То мне что его? На камеру самому себе вырезать, что ли? Господи, ну какие ты глупости говоришь Ну, зачем тебе резать самому себя, если у тебя есть я? Лена! Подожди, 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 подожди секундочку Ты вообще себе представляешь, как проходит лечение геморроя? Ну, чисто теоретически, да Но я же как-то курицу фаршировала Это что это ты показываешь? Фаршировку курицы Сейчас не курицу, а то и индюшку показываешь А то и корову Ой, господи, Егор, ну вот Викусин мне рассказывал Что даже Саша пошел на онлайн-консультацию к урологу И ничего не стеснялся Да ладно, Вика просто в комнату не вовремя зашла Вот Саня и отбрехался К урологу он ходил Хорошо, не хочешь звонить доктору? Давай, давай свечку поставим, а? Ага, заупакуй мои жопы Да, да лечебную свечку Я тебе сказал, я не индюшка Я себя фаршировать не позволю Все, звони доктору Ну и как ты себе это представляешь? Как я ему буду звонить? Вот так? Как? Вот Вот так? Здравствуйте Я тебе помогу Не надо мне помогать Что? Не хватало еще Я понимаю партнерские роды Но партнерское лечение геморроя Это уже слишком Ты как хочешь А я в больницу не поеду Я боюсь заразиться Ну Допустим Допустим Если я даже позвоню А как он поймет, что я к нему на консультацию А не просто показать свое отношение к медицине Да просто не надо сразу все показывать Для начала просто поздоровайся Скажи здрасте Я сейчас не смогу этим местом сказать здрасте Максимум Привет Да ртом Ртом На Добрый день Что вас беспокоит? Здрасте До свидания Ну Егор Я не могу Я Ну как ты себе представляешь? Ну как я какому-то первому встречному поперечному Возьму и покажу свою задницу? Господи, да это его профессия Ну что, что профессия? А вдруг к нему какой-нибудь коллега зашел? Или еще хуже? У него день рождения? Ну представь себе Куча друзей На большом экране Большими цифрами 60 лет И тут появляется на экране Она и говорит Привет Да не будет там никого На, все Звони Я не буду звонить Я могу Рассказать Показать на пальцы Я могу рисунок нарисовать О Я могу сделать Селфи задницы Ну типа она сама это сделает Такое же бывает И подпишем Анонимус Во-первых Это называется Анонимус Я знаю как это называется А во-вторых Врач должен Все вживую посмотреть Ну что он увидит Вживую Через эту Маленькую камеру Да я поставлю Просто хорошее Расширение видео Не надо мне Ничего расширять Я хотела Как лучше Яна Ну Так давай Забудем это все Мне легче Мне уже Ничего не болит Все хорошо Давай смотреть телевизор Распятся решил что-то. Ну что, посмотрим телек, да? Да, да, да. Яна, блин! Ладно, ладно, я позвоню. Где мои праздничные трусы с жирафиками? Зачем тебе они? Я хочу произвести на доктора хорошее впечатление. Да, доктору все равно в каких-то труселях. А мне не все равно. Господи, ты не так тщательно готовился к нашему первому сексу. Но в нашем первом сексе не было доктора. И я снимал это видео просто по приколу. Звони. Не подглядывай. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. У меня тут, короче, проблемка. Понимаю, показывайте. Ага, сейчас. Ух ты! Ничего себе! Какой у вас глубокий кариес! Чего? Какой еще кариес? Яна, ты к кому меня записала? Прости, пожалуйста, я, видимо, случайно кнопочки перепутала. Записала к тебе, к стоматологу. Куда? Я сейчас, я сейчас быстренько все переделаю. Блин! К стоматологу. Хорошо, что он меня сразу пломбировать не начал. Я сейчас это точно запишу к проктологу. На этот раз это будет точно проктолог? Потому что если это будет окулист, если он будет задавать свои дурацкие вопросы, а что это ресничек нет вокруг глаза? А почему срачок расширенный? Срачок. А почему только один глаз? Вы что, циклоп? Егор, иди, все, я все сделаю. Давай. Блин. Эй, я, 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 я что-то не понял. Я еще ничего не нажал, оно мне уже мою задницу показывает. Ой, прости, это я поставила на, на видеозапись. На запись? Ты чего это записывала, что ли? Хотя я случайно. Случайно? А мне потом оправдываться, как Дзюбе? У каждого мужчины свои слабости. А у меня это хобби. Я люблю звонить докторам и показывать свое. Давай я выключу. Не надо, не прикасайся к нему. Изъеди, вон смотри телевизор. Он заглянул вовнутрь, и перед ним открылась бездна. Глубокая бездна. Яна, переключи на новости, пожалуйста. Спасибо. Именно так сейчас выглядит тоннель метро на Троещину. Яна, можно на какой-нибудь спортивный канал? Отличный проход, бросок, гол! И он приносит своей команде очко. Яна, выключи телевизор! Здравствуйте, доктор. Добрый день, чем могу помочь? А вы проктолог? Да, Олег Николаевич, проктолог. А вы точно проктолог, не окулист? Точно. А друзей там у вас рядом нет? Послушайте, я проктолог, у меня вообще друзей нет. Ну, хорошо. В общем, у меня, ну, как бы, вот. Послушайте, вы слишком близко стоите. Не могли бы вы немножко назад отойти? Ага, ага. Вот так нормально? Приветики. Давно не виделись. Очень интересно. Да, прям Netflix. Ну, чё, как там? Как, как, как вам кверху? Послушайте, на самом деле, вот ничего такого прям трагичного я не вижу, но всё-таки вам придётся сначала сдать анализ. Как, на компьютер? Нет, почему? Дома и прислать. Фотку? Нет, вторую. И прислать нам в лабораторию. А как, через новую почту? Нет, лучше лично. Знаете, лучше приходите лично, и тогда смогу поставить вам диагноз и назначить лечение. А по видео что, нельзя сказать? Скажу. У вас геморрой. Вот. Я вам советую записаться ко мне на приём. Моё расписание есть на сайте, вот. Поэтому, ну, скажем, завтра на 15.00. Хотя, в принципе, вы всё это могли узнать и без видео. Подождите, а что, так можно было? К вам можно при... Яна! А-а-а! Ты знала? Ты знала, да? А ты знала, что геморрой заразный? Не заразный. Ещё какой заразный. Вот посмотришь, как только я тебе кредитные карточки заблокирую, наличку перестану давать, а на Новый год Дед Мороз тебя поздравит онлайн и покажет на камеру 12-й айфон. Всё! Геморр, ты куда? У меня важный звонок. Я буду звонить министру здравоохранения и покажу ему своё отношение к карантину. Ну, сейчас. Ну, я же сказала, утеплённые дома красить в лиловый цвет. А вы в какой покрасили? Фоксия? Вы что, не видите никакой разницы? Я не понимаю. Да, перекрасить всё. Да, весь район. Всё, у меня вторая линия. Алё, слушаю. Нет, это не Егор Григорьевич. Что? Такой же приятный голос. Спасибо. Нет, его нет. Нет, он не в отпуске. Не в Испании. Он под следствием. Кто я? Я временно исполняющий обязанности губернатор. Сколько я ещё буду? Ну, сегодня до семи. А, вообще? Ну, это же как суд решит. Ой, Егор Григорьевич. Вы вернулись? Вернулись. Фу. Ну, и месяцок. Прокуратура, суды, СИЗО еле отмазался. Фу. Дай водички. Вы так похудели. Вы знаете, вам СИЗО пошло на пользу. Может, вы там два раза в неделю туда будете ездить? Кипун тебе на язык. Думай, что говоришь. Ой, я прямо оттуда сюда. А ты что вообще делаешь у меня в кабинете? Я временно исполняющий обязанности губернатор. Ты что ли? Я же тебя взял третьим замом в отдел культуры. Сама знаешь за что. Какой из тебя губернатор? Где мои замы? А их арестовали после вас. А замы замов? Кто на больничном, кто на бали. Заеб... А тебя чего не арестовали? Она мне ничего не было. Что значит ничего не было? А 140 гектар? А два завода? А турбаза? Во время ареста она мне ничего не было. Ну как и в тот день, когда я устраивалась к вам на работу. Тогда понятно. Где начальник аппарата? А, в дурке. Что это? Косит под дурачка? Не, реально с ума сошел? Ну это же после того, как он узнал, что я стала губернатором. А не он. Ничего себе. Ладно. Разберемся. Потом. Таня, зайди. Это кто? Это наш новый секретарь Антон. Подожди, а где Таня? А я ее уволила. За что? А было за что. Приперлась на работу в таком же платье, как у меня. Понятно. Антон, принеси мне кофе. У нас нет обычного кофе. У нас есть латэ, капучино, мокко. Есть просека. У нас нет слова нет. У нас есть слово. Бегом принес мне водки. Ё-моё. Сейчас мы разберемся. Ну-ка. Здрысни. Отседу. Кстати, что за плакаты по всему городу расклеены? Что-то к нам приезжает какая-то шняга. Леди Гага. Это певица такая. Нахрена она вообще здесь нужна? Э! Ты кто такой? Егор Григорьевич, здрасте. Забор покрасьте. Ты что здесь делаешь? Шо, шо. Педикюрую Яне Викторовне. Тебе красит ногти директор Благоустрию? А что он должен красить? Да что угодно. Но только на улице. Не, на улице Яне Викторовне холодно. Так, ну-ка иди давай, крась бордюры. Бордюры лаком, это ж так долго. Иди, я сказал. Так, Яна, ну-ка рассказывай, чем ты тут еще занималась, пока меня не было. Ой, вы знаете, столько всего произошло, вы прям область не узнаете. Вот этого я и боюсь. Теперь вся официальная переписка в Телеграм. В Телеграм? Угу. А где акты выполненных работ? Ну, где-где? Яна. В Инстаграме. Подчиненные выкладывают фотографии проделанной работы. Если мне нравится, я ставлю лайк. Я в шоке. Ты бы еще ей декларацию в Инстаграм выложила. Я так и сделала. А вот Паша больше всего лайков набрала. Что? Чаще всего вас лайкали на БУ. А из БУ даже перепост сделали. Черт, подери. Я чувствую, меня тут после тебя так отлайкают. Подожди, какое сегодня число? Восьмое. Черт, сегодня же приезжает премьер-министр. А, ничего не приезжает, я его визит перенесла. Что значит перенесла? Ну, у меня сегодня маникюр и укладка. Да ты понимаешь, какой график у премьер-министра? А вы понимаете, какой график у Кати? К ней на полгода вперед записываются. Ты понимаешь, что это премьер-министр всей страны? Я вас умоляю, они каждые три года меняются. Тем более, жену премьер-министра я тоже записала. Кате, мы там с ней все обсудим. Так, ладно. Так, надо думать схему. Набери мне начальника полиции. Восьмое. Ага. Алло. Алло. Кто это? Ну, кто-кто? Начальник полиции. Кто это? Кума. Что? Ну, я думала, это традиция такая. Каждый новый губернатор ставит начальником полиции своего кума. У меня кума нет, я куму поставила. Слышишь ты, кума, ты как вообще собираешься бойцами управлять и командовать? А у нас нет бойцов. У нас в отделении одни бойцыцы. Какие еще бойцыцы? Ну, женские экипажи. Прислать? Не надо. Так. Что вы тут... Яна Викторовна, эти счета в бухгалтерии или лично вам? Да сюда! Что за счета? Так, сто дубинок, сто костюмов из латекса. Это что такое? Новая униформа МВД. Постачальник ОАО секс-шоп? Девочки сами выбирали? Ты дура, что ли? А что вы на меня кричите? Между прочим, сегодня 8 марта. Да его вообще отменить должны. А теперь не отменим. Теперь это официальный праздник нашей области. У нас будет карнавал. Какой еще карнавал? Ну как же бойцыцы с дубинками в кожаных костюмчиках. Но я же не для себя стараюсь. Так, черт с ними, с этими бойцыцами. Скажи мне, ты с мэром встречалась? Да. Козел редкостный. Меня не интересует твое отношение к мэру. Меня интересует ты с ним встречалась. Да, я с ним встречалась две недели. А что так долго? Я думала, это любовь. А он женат оказался. Я тебя просил встречиться с ним и узнать, он со мной в контрах или он как бы за меня. А как он относится? Егор Григорьевич, кормилиц родной ты нас. Вот и ответ. Константинович, как вы тут? Что тут? Она мясокомбинат закрыла. Да ты что? Да как ты могла закрыть градообразующее предприятие на тысячи рабочих мест? Теперь у нас веганская область. Веганская область? Так, ладно, разберемся. Что-то еще? А еще? Еще она, она, она заправку. Да ладно. Так, все, я разберусь. Я разберусь. Спасибо за маяк. Ну-ка расскажи мне поподробней, что с участком под заправку. Решили фонтан построить. Кто решил? Люди. Какие еще люди? Наши подписчики в фейсбуке. С каких это пор люди вообще решают, что строить в их городе? Ты понимаешь, какие люди будут строить эту заправку, если они сюда придут? А, они приходили. И что? Дали кучу денег и попросили решить вопрос. А ты? Решила. Как? Построили фонтан. Черт, подери. О, Господи. Подожди, ты сказал, сегодня восьмое число? Восьмое марта. Значит так, сейчас вообще внимательно. Каждый месяц в этот день приходит человек. Приносит сумку. Игорь приходил. Ну, приносил сумку. Где она? Вот, пожалуйста. Где деньги? К нам едет Медигага. За три миллиона долларов? Нет, конечно. За два девятьсот. И поэтому у нас будет выступать еще Монатик, Винник и на сдачу дали Полякову. На хрена? Я тоже думаю, зачем Полякову? На хрена вообще это все? А, так у меня скоро эти дни... Эти дни? Это теперь у нас тоже официальный праздник? Нет, у меня эти дни... А, дни культуры. Да какая в задницу культура в нашей области? Да я не понимаю, да как же так? Егор Григорьевич, ну вот вымите и успокойтесь. Аквариум. Здесь стоял аквариум. Где он? Каюсь. Рыбки были голодные, я их покормила бутербродом с икрой, и они сдохли. То ли хлеб был не свежий, то ли икра. Да черт с ними, с твоими рыбками! Там, там, там... А, вот. Фух, господи, я уже думал все. Ой, молодец. Подожди, это что? Это не бриллианты? Да нет, конечно, это бижутерия. Мне за этот аквариум всего лишь 100 долларов дали. 20 карат. 20 карат было в аквариуме! Да не было там никаких 20 карат! Там было 5 сомников, 6 гуппи и 8 мяченосцев! О, господи! Ого! Егор Григорьевич, если что, то у вас волос нет. Если бы они были, они были седыми! Ё-моё! Егор Григорьевич, я же вам не сказала самую классную новость! Хватит с меня новостей! Я, вашей жене, рассказала все о нас! Она с вами развелась и уехала с каким-то мужчиной в Мексику! Подожди, а она не могла нас ни одна судья развести без моего присутствия? Обычная судья не могла, а судья – лучшая школьная подруга! Егор Григорьевич, теперь мы с вами будем всегда вместе! У нас будет свадьба! И на свадьбе у нас будет выступать Лидия Гага, Винник, Монатик и Полякова! Ладно, без Поляковой! Егор Григорьевич, вы куда? В тюрьму! Там безопасней! Егор, дай денег! Сколько? Триста, пятьсот ревен? Пятьдесят тысяч! Мне в салон нужно! Ты в какой салон собралась? В автосалон? Мы что, машину покупаем новую? Нет, в салон красоты! Я хочу стать красивее! Еще красивее! Яна, тебе красоты уже вложено на Гелендваген! Ну, Егорчик, ну просто я хочу как-то поменяться! Поменяться? Вообще не вопрос! Смотри, двенадцать гривен! Кардинальное изменение! Можешь один день вот так носить, второй день вот так! Вот разные цвета, разное настроение! Ты всегда классная! Ну? Ну, Егор, ну я серьезно! Серьезно? Окей, гугл, паранжа, купить Киев! Смотри, какая ты будешь красивая, а? Егор, я уродина! Ну, 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 уродина! Ну не на пятьдесят же тысяч, ё-моё! Я все понимаю, конечно, но на пятьдесят тысяч просто много чего полезного можно купить! Можно, например, над Киевом полетать на вертолете четыре раза! Можно в казино сходить, ну, правда, один раз! Можно по Киевскому парку без маски прогуляться три раза! Ладно, ладно, рассказывай, а что ты там уже хочешь? Вот я небольшой списочек составила! Значит так, я хочу сделать себе губы! А эти что, уже все? Потрескались? Выбрасываем? Нет, ну у меня просто нет губ! Нет губ? А вот это вот, что это будет? Что это такое? Нет, ну, ну это обычные губы! А я хочу губы, как у Ленки! У Ленки губы, как у перепуганного лося! Ну, правильно! Потому что она дурочка! Я же хочу пойти в дорогой салон, уколоть гиалуроновой кислотой! А Ленка, жабиха, пошла в обычный салон, и уколола там коллаген! А он расплылся по всем губам, и все, она уже месяц разговаривать не может! Слушай, давай тебе коллаген уколем, а? Классная штука! Главное что? Главное со мной на охоту тебе не ходить! Потому что, ну и у Петровича сейчас со зрением не очень! Он если увидит губы перепуганного лося, он шмальнет! Нет, ну слушай, ну гиалуроновая кислота намного лучше! И тем более, через две недельки мы сможем с тобой целоваться! Ты что, я не смогу вытерпеть две недели! Давай я лучше тебе пчелку посажу на губу, а лучше целую семью пчелиную! Они тебя покусают, ты придешь к подружкам и скажешь, Я красивая! Нет, ну слушай, ну пчелами я не хочу! Ну тем более, это больно! А вот гиалуроновую кислоту, можно ее хватить на два месяца! А потом что? Все? Отпадут? Нет, ну потом повторная процедура! А повторная сколько стоит? Столько же! Янка, у меня только твой бампер обойдется дороже, чем вся морда на мой Х-5! Ты знаешь вообще, как мы с Петровичем на этих губатых говорим? Губы есть, ума не надо! Кстати, об этом! Я хочу выщипать брови! А что с бровями не так? Я не понял! Ты что, проспорила? Нет! Ты хочешь прийти и сказать, ааа, у нас тут радиация! Нет, Егорушка, они просто слишком густые! Да? Угу! А, да, точно, вон подосиновики, подберезовики... Ёжик яблочко понес! Ну я серьезно, просто, ну блин, ну с такими бровями это не модно ходить, понимаешь? Яна, ну ты представляешь себя без бровей вообще! Так я не буду без бровей! Я их нарисую! То есть, эти ты уберешь, а новые нарисуешь? Яна, если тебя потянуло на изобразительное искусство, давай я тебе подарю разукрашку, краски, ты будешь себе рисовать брови, усики, пресс, можешь хоть дорожку к тёще нарисовать, пожалуйста! Блин, Егор, ну я не просто нарисую, я сделаю татуаж, чтобы он подчеркнул мои красивые глаза, что все говорили, как муж меня любит! Давай я тебе фингал поставлю, люди посмотрят и скажут, смотрите, как муж её любит, бьёт, значит, любит! Кстати, по поводу глаз, я хочу себе линзы цветные, красные! Господи! Яна, а давай мы тебе просто глаза вытащим, а там новые нарисуем! Эй, я вообще пошутил, алё! Слушай, но красные глаза, это же так сексуально! Яна, если я в потёмках увижу тебя с красными глазами, ещё и без ровей, я обосрусь! У меня... У меня просто может выработаться рефлекс, как у собаки Павловой. Я буду тебя вот так вот видеть, всё, бомболюк будет открываться, и капец, какой секс, ты что! Ну, можно я хотя бы реснички удлиню? Вот это я вот вообще не понимаю, господи! Блин, ну, Егор, ну пойми, ну сейчас очень модно удлинённые реснички. Ну, у тебя нормальные среднестатистические ресницы. А я хочу, чтобы все смотрели на меня и говорили, о боже, какие у неё удлинённые реснички! И шо? Егор, ты не понимаешь! Я так сразу и сказал! Ну, хорошо, можно я хотя бы... родинку удалю! Где? Где родинка, которая тебе мешает? На копчике, её так не видно. Ах, на копчике! Так может, если её не видно, может, её оставить в покое? Пускай она живёт своей родинковой жизнью! Она же на выборы не ходит, мусор за ней не надо выбрасывать! Нет, ну смотри, ну просто, когда я фотографирую попу, я вот вижу эту родинку, и она меня смущает. А зачем ты фотографируешь попу? Я не понимаю, ты что, решила на визу документы отдать, что ли? Или ты решила, наконец-то, зарегистрироваться в приложении Дия? Нет, ну я просто фотографирую попу, чтобы посмотреть, она у меня поправилась или похудела. А эта родинка меня бесит. А меня бесит то, что ты попу фотографируешь, Яна. Ну можно я хотя бы сделаю программу лечения волос? А что случилось? Они заболели, да? Они кашляют? Или у них сопельки? Что? Ну хотя бы просто выровнять волосы. Ты же завивку позавчера сделала. Егор, новые губы, новая прическа. Слушай, давай тебе закажем пересадку головы и все проблемы решатся. Я опять пошутил, ты чего? Можно я хотя бы вакуумную чистку лица сделаю? А это еще что такое? Ну это такая классная штучка, ты знаешь, это такой аппаратик, его вот так вводят по лицу и он высасывает грязь из пор. Вон пылесос новый купил. 2000 ватт. Бери, высасывай, что хочешь. Заодно губы и увеличишь. Сам себе что-то увеличь? Он не увеличивает, я пробовал. Жаль. Ладно, ладно, давай посмотрим, что там у тебя еще. Змеиный массаж. Что, твоя мама возвращается из Трусковца? Нет, ну это реально и змейки такие маленькие, их на спинку кладут и они так делают массажик. Так назвали это встреча твоих подружек и все. Так, антицеллюлитный массаж ягодиц за тысячу гривен. Да, да. Зачем тебе за тысячу гривен, если у тебя ягодиц на сотку? Блин, ну я просто не хочу, чтобы у меня был целлюлит. И еще хочу делать омоложение кожи. Яна, давай тебе закажем перетяжку кожи. Смотри. За 2000 диван сделали, стоит как новенький. Мне иногда кажется, что он улыбается. Ну можно хотя бы, ну хотя бы фиш-пилинг лица, можно? Что такое фиш-пилинг? Это фиш-маком возюкают по морде, что ли? Что это? Нет, ну это просто вот в аквариум лицо окунаешь и маленькие рыбки тебе обгладывают твою кожу. Давай я тебя возьму с собой на рыбалку, ты опустишь голову в речку, а раки тебя заодно и подстригут. Ну? Ну можно хотя бы я пирсинг на сосочки сделаю. Что? Это еще тебе зачем? Ну короче, я читала в интернете, что это сейчас очень модно. Такой вот делаешь здесь крючочек и вешаешь разные брелки. Я? А? Да? Ты такая у меня классная. С тобой можно сходить на рыбалку даже не выходя из дома. Это как? Берешь твою селфи-палку, вот так вот, на нее крючок с сосочка, потом оп, закинул, вытаскиваешь, а у тебя аж губы как у перепуганного леща. Поймал леща, поцеловал, отпустил, поймал, поцеловал, отпустил. Класс! Привет, соседи! Здорово! Здорово, Егорчик! Ян, слушай, я тут хочу омолодиться! Дай два яйца! Я надеюсь, куриных? Господи, Егор, ну конечно же куриные, а тебе для чего? Ну, хочу масочку сделать, я с глиной размешаю, на лицо положу, а оно, конечно, повоняет немножечко, но через три часа я прям принцесса! Янка, смотри, какая у тебя классная подруга! Пять гривен, и ты принцесса! Вика, оставайся у нас жить! Янка, собирай вещи! Да шучу я, Господи! Люблю ж тебя! Люблю, люблю! Попробуй! Это ж надо! Во время карантина все работают на удаленке, а кроме слесаря! Ёк-макарёк! Ну ничего, наконец-то пятница! Я эту пятницу, как Робинзон Круза ждал! Иди ко мне, моя пятница! Хе-хе-хе-хе-хе! Па, это ты? Твою мать, доча! Зачем же ж так пугать? Ты б сходила лучше куда-то! Замуж, например! Папа, как хорошо, что ты дома! Я не дома, меня нет, это голограмма! Папа, я тебя так люблю, люблю, люблю! Денег нет! И не было, и не будет! Блин, папа, да при чём здесь деньги? Короче, помнишь, ты мне обещал, если я закончу, на отличная школа, то ты исполнишь любое моё желание! Ну, допустим! Я закончила школу, на отлично! На... С тебя желание! Да, уже закончила, быстро, как, так, какое желание? Ты хочешь, что тебе, мороженое купить? Или прокукарекать из-под стола три раза, нет, пап, я хочу, чтобы ты снял видео для ТикТок! Тыц-пердец! Это шо ещё такое? А, это, это твоя сексуальная сеть! Социальная! Ну, а я шо сказал? Ну, давай, сниму это видео, давай телефон, сейчас тебя сниму, как он включается? нет! Я хочу, чтобы ты снялся для видео на ТикТок! Я? Ты чего? Я совсем зуба рухнула, я на видео, нет, это ты должна быть такой, прямо, отличницей, круглой! Шо, прямо, ни одной восьмёрки? А девяточка, может, хоть одна? Все 12! С тебя желание! Господи, в кого ты такая уродилась? Отец у тебя вроде нормальный. Ну, хорошо, хорошо, папа сказал, папа сделал, так, давай, договоримся, через час, встречаемся на этом месте и записываем видео. Папа, ты через час уже будешь спать пьяный. Откуда ты знаешь? Я твоя дочь. Чёрт. Слушай, Яна, устал я так за эту неделю, мне шеф всю неделю мозг тиктокал, тиктокал, и так за тиктокал. Ну, папа, ну пойми, что, ну это сейчас такой тренд, чтобы родители снимались в видео для ТикТок, и я хочу хайпануть. Что ты хочешь? Хайпануть. Яна, ты, конечно, взрослая девочка, уже школу закончила, но я не советую. Мне вот на работе тоже предлагали хайпани, хайпани, ха-ха словишь. А я не то, что ха-ха не словил, я такой тупняк отловил. Сидел и смотрел два часа на сварку, без маски, с закрытыми глазами, отпустила только, когда шесть сникерсов сожрал. Пада, ты не понял, хайпануть, это значит вызвать много шума. Так ты знаешь, какой шум там поднялся, когда узнали, что мы всем цехом хайпанули. Ха-ха. Пап, ну я хочу залететь в реки. Ты спердыц! Слышала б тебя твоя мать, твою мать! Мы с твоей матерью, как пчелки, вокруг цветочка летаем, чтоб ты вот эту школу закончила хорошо, чтоб в институт хороший поступила, а она залететь! О, горе мне, горе! Папа, залететь в реки, это переводится как попасть в рекомендации, чтобы тикток твоё видео предлагал всем. А я тебе другое предлагаю. Сейчас папа даст тебе 500 гривен, и ты от папы отъезжаешь. Ну, короче, если наше видео на тикток будет популярным, то мы сможем измесячно зарабатывать по несколько тысяч долларов. Что надо делать? Короче, смотри, нужно повторять за людьми на видео. Просто повторять? Просто повторять. Ну, давай. Смотри. Папа! Папа! Ну? Господи! Этот мир окончательно тиктокнулся! И ты, Яночка, вместе с ним. Нет, Яна, я в этом участвовать не собираюсь. Папа, да блин, ну это же обычная песня, и Пикачу это просто покемон. А я обычный слесарь, а не покемонафил. Папа, ну тут не о том, о чём ты подумал, поётся в этой песне. О движении! Это не о чём я подумал. Вот это, вот это, вот это, вот это. Ну, пап. Что, пап, того, кто вот этот вот придумал Пикачу-чу-чу, надо отвезти к врачу-чу-чу. Ты просто бумер. Я человек, проживший в браке 25 лет. И если твоя мать увидит, что я там на видео кого-то хочу-чу-чу-чу, она оторвёт мне мой Пикачу-чу-чу-чу-чу. А он мне нравится, я с ним жить хочу-чу-чу-чу-чу. Папа, ну зато будет миллион просмотров. Тем более нет. Ты просто боишься. Я не боюсь. Нет, ты боишься. Я никого не боюсь. А вот дядя Палик, он сделал свою страничку на Тик-Токе и снимает видео. Дяде Павлику кардан от КамАЗа на голову упал. Он с животными разговаривает. А вот дядя Саша снялся для своей дочки. Дядя Саша нажрался, как скотина, на ноги встать не мог. Вот и попал в Тик-Ток. Зато 4 миллиона просмотров. Значит, 4 миллиона идиотов это посмотрело. Он, дядя Миша, снялся в Тик-Токе. Что, полиция приехала, забрала, сидит человек. Это было не Тик-Ток. Это была Магнолия ТВ. То же самое. Значит, сниматься не будешь? Не буду, конечно. А я твоя любимая идицинная дочка. На меня это не действует. Ты мой любимый папа. Я тебя так люблю. Я как кремень. Ты так лучше папа в мире. Ладно, ладно, только перестань. Хорошо. Все, приготовься на раз-два-три. Давай. Раз-два-три. И... Папа, ну не знаю, это как-то безэмоционально. Потому что... Потому что у меня с твоим покемоном не по любви. Твоего Пикачу, чу-чу-чу-чу. Я просто не хочу. Чу-чу-чу-чу. Пап, ну блин, не хочется рисовать, но... Ну давай что-нибудь другое. Что другое? Ну вот, например. Три, два, один, погнали. Обычно мяукни. Мяу. Секси мяукни. Мяу. Мяукни как робот. Мяу. Мило мяукни. Мяу. Мяукни как мальчик. Мяу-мяу-мяу. Мяукни как крутой. Мяу. Классно! Я, ну я сейчас не понимаю, почему я слесарь шестого разряда, шестого разряда должен мяукать. Ну, просто это такие условия для всех, кто снимается в этом видео. А если условия будет, что надо будет дюрить в тапки, как коты? Я что, тоже должен буду дюрить? Они бы сейчас спели не мяукни, а пукни. Обычно пукни. Пукни как робот. Пусти шептуна. А. Ну, вообще-то такое видео уже есть. Три, два, один. Обычно пукни. Подливай пукни. Пукни как робот. Пусти шептуна. Выключай! Пукни как... Господи! Чё? Оно на словах не так воняло. Это... Это какой-то ужас. Я раньше думал, что в порнухе снятся это стыд и срам. А сейчас я думаю, что там хоть какой-то смысл есть. Па, ну иди сюда посмотри ещё одно. Смотри. Вот. What are you two doing? Stop that. Класс! Яна? Нормальный человек вот в этом участвовать не будет никогда в жизни ты это понимаешь? Ты уверен? Бедный Горбунов. Это его брак так испортил. Это его Катя совсем заинтервьюировала. Давай попробуем вот это. Мы просто пчелы. Мы просто пчелы. Пчела, я пчела. А мы любим мёд. А мне повезёт. С тобой мне повезёт. Давай, наверное, лучше танцы. Окей, окей. Я сейчас что-то в тренде посмотрю. Вот это вот ваш тик-ток надо было назвать толчок. Сколько дерьма и никто же за собой не смывает. Вот, вот это посмотри. Повернула голову бедро в сторону, локоток на косточку. Позочка, делай фоточку. Вот я на корточках скорчила мордочку. Знаешь, что, Яна, я сейчас позвоню тёте Тамаре, она придёт тебе яичком по голове покатает. И ты сразу почувствуешь, что тебе легче. Ну, папа, ну, блин, ну, это же прикол. Я не понимаю, вы что, в 20 лет вообще не прикалывались? В 20 лет я уже с мясокомбината выносил по 10 палок колбасы в одной штанине. По приколу? По какому приколу? Чтобы выжить хоть как-то. По приколу. Ну, у вас хоть какие-нибудь челленджи были? Были у нас челленджи, чего не было? Турбо-челлендж. Пришёл человек с жвачкой турбо, пожевал, передал другому, тот пожевал, тот передал другому. И вот, если через 3 дня к тебе твоя жвачка вернулась, ты победил. Не будешь снимать? Конечно, нет. А я твоя любимая дочка. На меня это не действует. Ты мой любимый папа. Прекрати сейчас жилу. Ладно, давай, ё-моё. Давай, ты готов? Раз, два, три. Повернула голову, бедро в сторону, локоток на косточку. Папа, скорчить мордочку нужно было в конце видео. Да у меня позвонок вылетел, блин. Так, всё, отстань от отца. Отстань от меня, не трогай. Папа, это просто какой-то пипяу. Что, видно, да? Ой-ой-ой-ой. Говорил маме, за шеей ты эту дырку. Чуть свой пипяу на весь тикток не засветил. Ой, мама. О, мама пришла, пускай вот она тебе вот эти вот козочек делает. Всё, отстань от меня. Хей, гайз. Ты чувырла, сутула я. Ты кого гайзом назвал? Я натурал. Папа, господи, ты Женя, мой парень. Он просто с тобой поздоровался. Так и скажи здрасте, Егор Григорьевич. Ну чё, ты запилила видос со своим молдом? Хочу угарнуть. Э, неси тазик, быстро, быстро. Зачем? Ну он угарнуть хочет, держи, держи его. Папа, угарнуть, это значит поржать. Так так и говори, поржать. Слушай, сори, просто у меня папа сегодня постоянно бомбит. Чего постоянно? С обеда только. Хорохой суп в обед был у нас. Папа бомбит, это означает нервничает. Вот я вот это вот нервничаю из-за ваших вот этих разговоров дурацких, тиктоковских. Кек. Ты кекнуть хочешь? Вон, вторая дверь налево. Не стесняйся. Папа, кек это ироничный смех. Ха-ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха, вот. Вот это ироничный смех. Кек. Ну, короче, если нет видоса, я тогда ливну. Так вот сейчас он про туалет говорил, ж. Ты бы к доктору сходил. Недержание в таком возрасте это плохой звоночек. Папа, ливнуть, это значит пойти, выйти, отойти. Так вы можете на землянском говорить. Вы же на своем инопланетном клокочите, ничего же не понятно. Лол. Короче, ты пока тут со своим бумером агришься, я уже запилил видос с матушкой и хочу расшарить его на весь тикток. Смотри, угарнем сейчас, а? Меня тут кто-то слышит. Нет, да, хорошо. Я тогда пошел в туалет, ливну, поагрюсь и кикну. Слушай, ну какой крутой видос, как ты уговорил маму переодеться? Просто мои предки продвинуть и твоих. Что ты сказал? Я говорю, что вы старомодный. Я старомодный. Я старомодный. Слышь ты, челик, бери свой девайсик, пошли запишем видос и все обкекаются. Я все правильно сказал? Ну почти. Давай, только одень что-нибудь нормальное. Пошли снимать. Я хочу угарнуть с этого. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И представляю, как с нее списываются деньги Ах, да нет, папа, деньги не нужны Пока В общем, у меня для тебя есть такая Такая неожиданная новость Понятно Внуки, это прекрасно Какой месяц? Папа, ну ты слушай до конца Да ничего страшного, можешь открыто говорить Залетела, так залетела Ничего, воспитаем, на ноги поставим Будет у меня по фанере выжигать Папа, ну я же серьезно Короче, у меня очень-очень-очень хорошая новость Прям очень-очень-очень? Да Мать, доставай коньяк, она съезжает на съемную квартиру Нет, пап, не съезжаю Пока на паузе Так, а что случилось? Пап, как ты относишься к тик-ток? Нормально Мятный люблю, а что? Да, не тик-так, а тик-ток Мать, ты вот прям так и ждешь С чего начать скандал Не мешай Да объясните ему нормальными словами Короче, я хочу выбрать такую профессию Где можно было просто снимать короткие видосики и выставлять в интернет Вот Это что за профессия такая? Чтобы ее еще нужно было объяснять нормальными словами Тик-ток Да подожди ты со своими конфетами Тут дочь про будущее задумала сперву и жизни Ну-ну-ну, говори Короче, я поступила в университет Очень смешно Ну в третий раз я на это не поведусь Что реально случилось? Ну реально поступила Мать Поступила Ай, я пьяный такой, потому что Давай коньяк, мать Дочка поступила Я думал, не доживу до этого Все-таки, все-таки есть что-то под корочкой там, а? А ты говорил, что дочка у нас тупая А? Я не так говорил Я говорил, дочка у нас вся в мать А? Ну рассказывай, на кого поступила Неужто решила пойти по стопам отца, а? Слесарь сантехники Ну что ж сразу слесарь сантехники Сначала я работал токарем 15 лет Папа, ну на токаря в университетах не учат Ну, начнем с того, что в ваших университетах сейчас вообще ничему не учат Кстати, за образование Не чокаясь Ах, ну так на кого все-таки, а? На вратиху Пап, ну ты что, ну я крови боюсь Ничего страшного У нас дядя Павлик, вот, тоже крови боится А ничего, продолжает работать у нас с фрезеровщиком А крови он повидал на слоев веку Четырек пальцев у человека нет На ноге Так, давай тебе дам подсказочку Так Значит, в этой профессии больше важна внешность, чем мозги Что секретарша, что ли? Я? Администраторша в салоне красоты? Неужто помощница депутата, а? Нет? Блин, ну подсказка у тебя плохая Тут половина современных профессий подходит Нет, только не это Неужели модель? Мать, ну кого ты воспитала? Лучше бы путаны пошла Вапа, ну какая из меня модель? Вот и я говорю В общем, я поступила в университет культуры Лучше бы в путаны Какое-никакое высшее образование Высшее образование в университете культуры? Это смешно Смешно А какой факультет, мне вот интересно? Я на шо это за пауза? А? Ну, необычный факультет Это какой такой необычный? Ты шо, на фокусника пошла? Или на дрессировщицу обезьян? Я поступила на факультет тиктока Тиктока? Да Мать, это у нас дома будет свой электрик? Ай, молодец! А по пласке-то хорош Начал хоть чему-то толковому учить там в своем кульке Папа, да ты не понял Ну, тикток, это Это такое приложение Для телефона И там все снимают короткие видео и выкладывают Но мы с тобой недавно это делали Подожди, этому говну еще обучают? Ну и поэтому я поступила в кулек на тикток Кулек на тикток Йок-макарек Лучше б ты сходила в магаз Принесла мне пивас Кулек на тикток Запомни, Яна Не могут в одном предложении стоять слова культура и тикток Егор, ну не преувеличивай Что значит не преувеличивай? Ладно, давай и мы тогда пойдем учиться Все Я пойду на факультет Вайбера Ты пойдешь на этот факультет Фейсбука А бабушка пойдет на факультет Одноклассника У Яночки, между прочим, там конкурс был 50 человек на место Да Ой, только не надо мне рассказывать про вот эти вот конкурсы Вот у нас на День города вот то конкурс был Когда 50 тысяч на площади собралось А биотуалет один поставили Ты б видела вот этот конкурс Там очередь такая бешеная была, что ее только в тикток снимать Стояли все Вот это и есть тикток Это инфаркт Егор, ну постарайся понять Как это понять вообще? Отец токарь, а дочь кто? Тиктокарь Слушай, ну Мне вот интересно Какой вступительный экзамен у вас был? Попасть кругом в круглое отверстие? Или квадратом в квадратное? Причем брали только тех, кто не попал Мне вот, кстати, диплом Вам на руки дадут? Или просто на e-mail скинут? Или на этом факультете тиктока у вас вместо диплома видос от Поплавского Я на классный тиктокарь Обращайтесь Так оно будет А ты на святой не посягаешь? Между прочим, Михаил Михайлович это гений Он современный, он понял, что это круто, это модно И он, между прочим, сам начал снимать видосики в тикток Че-то я и не сомневался даже Вот Ты передай дедушке Мише Чтоб он не забывал таблеточки свои употреблять Причем желательно именно свои, а не у Потапа брать Папа, таблетки у всех одинаковые Просто дозировка разная Ну да, шоу-бизнес, ага Ну вот еще Меут непонятная Это боярышник или кокаин? Это хайп Хайп? Аааа Трава, значит, да? Получается, юный Орел обкурился этой Крапива, да? Ха-ха-ха, класс Папа, ты просто ничего не понимаешь Это между прочим, очень круто, вот еще Ааа, я понял Это секта Сначала он, значит, принимает всех студентов А потом они на него квартиры переписывают, да? Скажи мне, а есть вот хоть одно видео, там, где он работает? Ну там, учебный план составляет, или на Раду какую-нибудь проводит? Нету? Что-то у меня такое впечатление, что ректор прогуливает университет Вот еще смешное Яна, он неправильно крестится Ему надо батюшку нашего прислать Позвони, дядя Толя Папа, ну прекрати, он просто многогранная личность Хо-хо-хо-хо, многогранная личность Мне вот интересно, кто у вас будут преподаватели? А? Профессор Моргенштерн? Доцент Даня Милохин? Закафедры Клава Кока? Не, ну ты глянь на него Дочка у него поступила, хоть бы порадовался Радует меня здесь только одно Что я вот к этому не имею никакого отношения Папа, мы с тобой недавно снимали видео И я выложила в ТикТок Подожди, ты что, это показывала другим людям? 7 миллионов просмотров И благодаря этому видео я поступила в университет И между прочим, тебя туда тоже могут принять Меня могут принять только в дурдом После этого видео Удаляй его немедленно А по-моему, это креативно Серьезно? Ладно, ладно, хорошо Последний вопрос, от которого зависит Будешь ты учиться или нет? Ты поступила на бюджет? Нет Ха, все На факультете ТикТока просто нет бюджета Ну конечно Зачем же бесплатно учить придурков Если на них можно еще и заработать? Мне вот просто интересно Сколько стоит обучение? Тысяча долларов Тысяча долларов? Мать, ты слышала? Тысяча долларов за пять лет За семестр Значит так Яночка Таких денег у меня отродясь не было Максимум, что я могу сделать для тебя Это пойти к дяде Толе Сфотографировать тысячу долларов И отправить Михаил Михайлович Это ж креативно Креативно Папочка, ну давай ты тоже со мной поступишь, а? Я? Я свое отсидел От звонка до звонка А что? Очень даже хорошая идея Вспомнишь? Молодость, студенчество, а? Да хрен вам Я лучше в запой Там интереснее Пап Это кто еще там пришел? Не дай бог платежки Я сейчас убью кого-то от вас Там это Твой тикток и там и тут показывают Ааааа Ааааааа Если мы сейчас с вами танцуем, и это видео наберет 10 миллионов переглядей, то я обещаю, что открою настоящий, новый, модный факультет слюсарев. Бюджетный? Бюджетный, но только для вас. Договорились. Янка, давай, иди к нам, мать, снимай. Давайте, повторяйте за мной. Давай. Вот так вот, да? Вот так. Снимай, снимай, да? Ай, по-плазски! Ай, молодец! А-а-а-а! Ай, хорошо! Субтитры сделал DimaTorzok Ну, хоть надо наприкалываться. Она сама виновата. Мы же на пруду кормили уток. Она селфи делала, губы как выпечет. Ну, я ее и перепутал с уткой. Ну, что, может, присядешь? А, да, конечно, пожалуйста. Лапочка окрашена! Блин, Морь, ну, какой же ты смешной. Такое перепуганное выражение лица. Ничего я не испугался. Я, это, хорошо тут в парке, красиво. Угу. И людей почти нет. Да. Смотри, первая свиста. Можно желание загадать. Где? Вон, я уже загадал. Ой, прости. Что? Ой, папа написал смс-ку, что он ключи от дома забыл. И, в общем, я пойду сейчас на вход в парк отдам ему. В общем, ты жди меня здесь. Да-да. Или ты со мной пойдешь? О, нет-нет, что ты, я как-то не готов сегодня с твоим папой встречаться. Ну, хорошо, я сейчас. Я пока на звезды посмотрю. Ты у меня сейчас будешь не звезды рассматривать, а звездюлей отхватывать. Ты анчоус сушеный. Алло! Егор Григорьевич? Егор Григорьевич. Ну, вы ведь должны быть на входе в парк у Яны ключи забирать. А что вы тут делаете? Кусты подстригаю. Зачем? Ты, тупень лупоглазый, неужто не понятно тебе, что я тут, чтобы ни один извращенец по типу тебя к моей доченьке не прикоснулся? А если он что-то себе удумает, то я его быстренько остановлю. Как остановите? С помощью вот этого секатора. Чик, и все. А мы с Яночкой просто гуляли, ничего такого. Просто гуляли? Ага, знаю я ваше, просто гуляли. Сначала просто гуляли, потом просто зашли к тебе домой, просто посмотреть детские фотографии. Потом она просто забеременела, потом она просто бросила учебу и просто пересрала себе всю свою жизнь. Да что вы, я такого ничего не хотел. Рот закрой. Да, Тотя, да, ты уже на месте? Ух, ничего себе, ты у меня быстрая. А я в пробочке тут застрял. Давай я напишу, как подъеду. Давай. Значит так, шершень ты сутулый. Если ты удумаешь опылить мою квиточку, даже притронуться к ее лепесткам, я тебе этим секатором все отчикаю, ты понял меня? По-по-по-по-по-по-понял, понял. Прикинь, в пробку он попал. Я в шоке. Так, на чем мы там закончили? Мы закончили на том, что я пойду домой, мне пора пока. В смысле? Я это, в туалет хочу. Женька, ну в кустике сходи. Ты что, не дай бог в кустике. Мне как-то дома сподручнее. Я тебе завтра позвоню. А еще лучше через три года, когда ты университет закончишь. Женька, стой. Я понимаю, что ты очень стеснительный и не можешь решиться на этот первый шаг. В общем, на него решусь я. Какой первый шаг? Я тебя поцелую. По-по-по-по-по-по-по-поцелуешь? Не надо, мне нельзя целовать. У меня герпес. У меня герпес. Женька, ну что ты такой вот думаешь? Ну ты здоровый. Здоровый. И я хотел бы еще хоть немного пожить. Женя. Что ты делаешь? Я решил спортом позаниматься. Давно не отжимался. Женя, ну потом позанимаешься спортом. Ты что, спорт нельзя откладывать, он жизнь не продлевает. А вот как раз поцелуи жизнь укорачивают. Как укорачивают? Как, как? Секатором так, чик, и все. Женя, ну быстро сел возле меня. Наверняка что-то важное. Папа, ай, он уже у входа. Ладно, я сейчас приду, посиди. Ага. Я тебе шо сказал? Не дотрагивайся до нее. Я ничего не делал, она сама. Ага, сама. А кто трубочкой вот так губы трубочкой скрутил и лезет к ней? Я тебе так сделаю, что ты всю жизнь будешь ходить вот так вот с губами трубочкой. Дышать будешь через трубочку, есть через трубочку, пукать через трубочку. Не надо, Егор Григорьевич. Рот закрой. Да, дотя. Ты на входе? Я на входе. А что-то я тебя не вижу. Подожди, а ты на каком входе? На западном? А я на восточном. Перепутал, ну надо же. Я сейчас пешочком дойду, как раз мне полезно. Ага, давай, думаю, минут пятнадцать я буду. Ты давай мне заканчивай тут свой романтик, иначе я тебе... Теперь какие входы он перепутал. Так, продолжим. Продолжим. Стих. Я помню чудное мгновение, Перелетал за ограждение Любых желаний исполнения и от самых преданных друзей. И там еще какая-то строчка, я не помню, в блокнотике записано дома. Женя! Мы этот этап уже проходили. И стихи, и конфеты, и цветы. Но ты мне нравишься. И я тебе нравлюсь. Или нет? Или нет. Что? То есть, или да. В смысле, просто да. Ну так, поцелуй меня. Не могу. А, я поняла. Я поняла. Ты просто боишься моего папа. Кто я? Да никого я не... Боюсь. Ну ты же сам говорил, что он не отесанный дуб. Что сразу дуб-то? Максимум вкус. И что он такой здоровый, как бабуин. Я не это имел в виду. Я имел в виду, что он родился в год обезьяны. Угу. И что лицо у него похоже на бульдога, которого не выгуливали месяц. Ну, максимум день. Сынька, но он об этом ничего не узнает. Да, да, да. Да, да, да. Да, 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 да. Да, 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 да. Ай! Пришел уже. Блин, сейчас приду. Можно я с тобой? Нет, Женя, я сейчас пойду и ему все выскажу. Жди меня здесь. Значит, на бульдога у меня лицо похоже, да? Егор Григорьевич, не убивайте. Я не это имел в виду. Значит ты, очкарик, слушай меня отсюда. Я тебе даю последний шанс уйти отсюда на своих двоих, а не уехать на скорой. Сейчас она возвращается и ты говоришь, вам надо расстаться. Как расстаться? Рот закрой. Да, доченька. Ой, забыл же тебе сказать. Нашел я ключи в кармане. Выходит, не терял я их. Ты извини, если что не так. Я, в общем, жду тебя дома. Ага, давай. Короче, давай скажи ей что-нибудь и вали отседова. А что я ей скажу? Да что угодно, скажи, что у тебя зуб разболелся. Так а если она мне не поверит? Хочешь, чтобы я сделал, чтобы поверила? Нет. Давай, придумай что-нибудь. Скажи, что ты гей. Но я не гей. Уверен? Уже не очень. Уверен. 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 Ну господи, нарочит головы с этими ключами. Я, я, на. Я, я, я. Не. Я хочу. Точнее, я не хочу. Но нам нужно, в общем, нам нужно расстаться. Ты что, меня не любишь? Люблю. То есть, я думаю, это обычная влюбленность. Точнее симпатия. Ну, просто как другу. Я гей. Ну, тогда я тоже хочу тебе кое-что признаться. Ты тоже гей? Я беременна. Гоп, гоп. Я, я хотела тебе это сказать, но ты вот это вот устроила непонятно что. Я не знаю, как теперь вообще. Это просто капец какой-то. Пожалуйста, не убивайте. Я не знаю, как это произошло. Я поясни не имею. Как это? Иди. Целуй ее. Как, 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 целуй? Вы же сказали, что вы меня убьете. А сейчас, говорю, убью, если не поцелуешь. И скажи, что свадьба у вас скоро. Как свадьба? А как же у университета, учеба? Как-нибудь порежай, у меня все-таки ректор. Яночка, я, я, я там глупость ляпнул. Я, я тебя люблю. И у нас будет свадьба. Правда? Правда? Да правда, правда, целуйтесь уже. Папа? Папа. Папа, что ты здесь делаешь? И вообще что, в чем ты одет? Ты, ты, ты что за нами следил? Следил. Следил, следил, да не уследил. Эх, сейчас бы чикнуть кое-чего кое-кому. Да не хочется, чтобы мой внук жил с отцом без хозяйства. Ладно, давайте, определяйтесь с днем свадьбы. Кого приглашать будете. С моей стороны будет 62 человека, я все подсчитал. Ну и это, как его? Ресторан. Какой ресторан? В столовке университетской будете праздновать. Так, зря что ли там мать заведующей работает. Так, а я пошел, все, давайте. Ты куда? Куда, куда? В ЗАГС? Договариваться, чтобы вас приняли без очереди? Или ты хочешь с пузом замуж выходить? Как мать твоя? Мать твою, это ж матери еще все объяснять. А черт, ну дурак, ну дурак. Прям как я в молодости. Господи, наконец-то он ушел, я уже даже не знала, как от него избавиться. В смысле? Ты что, все это время знала, что он тут? Ну конечно знала. Меня туда-сюда гоняла, на второй раз я уже поняла, что что-то здесь не так. А на третий раз не побежала, а спряталась за деревом. И смотрела, как ты общаешься с кустом. Подожди, а вот это про беременность, это не правда? Женя, какая беременность? Мы с тобой даже еще не целовались. Ух, я что ж думаю, оно же не воздушно-капельным передается. Ну давай, нам никто не мешает. А ну стоять! Мама! Что вы тут надумали делать, а? Тетя Юля! Мама, что ты тут делаешь? Это вы что тут делаете? Значит так, экзамены сдадите, институт закончите, образование получите, работу найдете, пенсию оформите, а тогда целуйте сколько хотите. А сейчас бегом к экзаменам готовиться. Ну, мам! Не мамка, я сказала, бегом. Ну, тетя Юля, можно хотя бы в щечку? Можно, но только тетя Юля. Ой, господи, Жень, пошли! Янчик, что, началось? А, нет, подожди, рановато же еще вроде бы. Что это? Дай, дай воды хлебну. Ой... Привет, Саша, как дела? Да, да, да как, как дела могут быть? После твоего смс срочно приезжай, нам надо поговорить. У меня как-то все дела сразу закончились. Я с совещания сбежал, что, что, что случилось? Саша, у нас реально очень серьезное дело. Мы что, уже на пятом месяце? Ага, я понял. Все, я еду за шаурмой в другой конец города. Нет, Саша, подожди. Что? У нас реально серьезный вопрос. Так, какой вопрос у нас? Так, подожди, сейчас, роддом я оплатил, значит, коляску и кроватку детскую я купил. Ремонт в детской мы сделали, кумовей нашел. Что еще? Что? Саша, нам нужно срочно выбрать имя нашему малышу. А до вечера это не могло подождать? Саша, тебе что, не важно, как будет звать нашего ребенка? Ну, конечно, ты сейчас скажи, что тебе наплевать на собственную жену. Конечно, у тебя работа всегда на первом месте. Как вы, женщины, умеете выстраивать настолько аллогичные цепочки? А ребенок в школу без имени пойдет. Ладно, ладно, все, все, тихо, успокойся. Мне действительно важно, как будут звать нашего ребенка. Да? Тогда я немножечко подготовилась. Смотри, нам нужно выбрать первую букву имени нашего малыша. Ну, это надолго. Я так понимаю, наш сын в школу без имени пойдет? Почему нельзя назвать ребенка в честь моего отца? Кирпич? Кирпич, это у него кличка во дворе. А так он Сан Саныч. У нас вообще семейная традиция такая. Мы всегда называем своих детей в честь отца. Я Сан Саныч. Отец мой Сан Саныч. Дед мой Сан Саныч. Прадед мой Сан Саныч. У нас все Сан Санычи. Я не понимаю, почему ты не женился на Александре? Ну, это лучше, чем на Яне Ольбертовне. Саша, я вообще не понимаю, как можно назвать ребенка в честь своего родителя? Да, ты это нормально. У нас вон пол работы. Сергей Сергеевич у нас начальник, да? Алексей Алексеевич водитель. Павел Павлович у нас зам его. Петр Петрович у нас зав складом. Да у нас Дим Димыч сис-админ. Как фиксик. Я даже не сомневаюсь, что ты сына можешь назвать фиксик. Ян, ну честно, ну я же ради тебя стараюсь. Так ты крикнешь? Саша, кушать! И мы вдвоем раз и прибежали. Здорово! А за вами еще твой отец и твой дед. Как прибегут, как налетят на эту еду. Саша, ну я хочу, чтобы у ребенка было какое-то необычное имя. Какое? Пиноккио? Бармалей? Сталин? Нет, ну я хочу какую-нибудь оригинальность. Оригинальное имя там Евлампий, Всеволод. Яночка, да ты послушай. Сейчас, наряду с этими всеми Глебами, Лукьянами, Тамерланами, Сан Саныч будет самое оригинальное имя. Саша, ну я хочу, чтобы у нашего сына было красивое имя. А я хочу, чтобы у нашего сына лицо целое в школе было. Его воспитательницы в детском садике бить уже начнут, потому что его имя не будет на шкафчик влазить. Все, решено. Своего сына я называю сам. Все. Вообще-то мы с тобой решили, что если будет девочка, то называю я, а если мальчик, то называем оба. Пусть судьба решит имя нашего ребенка. Вот, книга. Берем сейчас. Пускай это будет 76 страница, третья строчка сверху. Давай, какое имя будет, так сына и назовем. Все. Давай, давай. Сан Саныч сел на диван и закурил? Серьезно? Сан Саныч. Сан Саныч. Капец. Вот это да. Вот это судьба. Ты видишь, как совпало-то. Саша, что совпало? Ты это выражение фломастером обвел. Хорошо. Давай так. Пусть это будет 23 страница. Сан Саныч налил себе стакан водки? Тринадцатая. Сан Саныч вышел из дома? Первая. Сан Саныч проснулся? Ну... Саша, эта книга называется «Приключения Сан Саныча». Видишь? Я сыну уже и книгу купил. Так нечестно. Ладно, хорошо. Давай так. На удачу. Сейчас монетку подбросим. Если это орел, называем Сан Саныча. Если решка, называй как хочешь. Поехали. Орел. Ладно, давай еще раз. Орел. Все, контрольный. Вот сейчас. Пожалуйста. Орел. Дай сюда монетку. Нет. Монетку дай сюда. Блин, Саша, у тебя тут два орла. Ну, это редкая юбилейная монета. Один орел Сан Саныч, а второй орел Сан Саныч. Два дятла с одинаковым именем. Яна, ну не начинай. Это лучше, чем Варфоломея или Евлампий. Хорошо, давай назовем Григорий. Кеша, как попугая? Джек. Как собаку? Том. Как кота? Генри. Как хомяка? Альберт. Как бомжа? Вообще-то так зовут моего отца. А я так бомжа у нас в подъезде называю. Ему нравится, он так все время... Ну, Яна. Саша, давай назовем его тогда Егор. Как твоего бывшего? Господи, я даже об этом уже не помню. А я помню. И всякий раз, когда ты его будешь звать кушать, я всегда буду об этом вспоминать. Да он сиську сосать будет, я от ревности просто взорвусь. А как твою бывшую звали? Александра? Да. А отчество какое было? Александровна? А что ж как-то не сложилось-то, а? Вообще было бы не семья, а мечта. Назвали бы ребенка Сан Саныч. И было бы просто прелесть. Шура, Шурик и Павлович Шурец. Так, мы сейчас базы складываем вообще. Или имя ребенку выбираем. Хорошо, Саша. Давай посмотрим что-нибудь в интернете. Хорошо. Вот, читай. Цезарь. Густав. Раймонд. Гаспар. Ян, да это название салатов. Давай сына тогда Оливье назовем. Или нет? Винегрет. Винегрет Александрович. О! Ну вот смотри, Саш, сейчас самые модные имена Клим, Матвей и Архип. Так, Ян, выходи с сайта староверов. Давай. Саша, сейчас мода на старые имена. Александр. Это же древнейшее имя. Ему больше двух тысяч лет. Ему больше двух тысяч лет. Сам македонский его носил. Сейчас Лукашенко донашивает. Угу. 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 Александрович. Красиво. А если ты его раньше родишь? Что он раком будет? Раком Александрович? Ну не знаю, ну давай пройдем тест. Яночка, мы этот тест пять месяцев назад проходили, мы поэтому сейчас имя и выбираем. Ну, Саша, это реально очень классный тест. Ребенок сам выберет, как его назвать. То есть я сейчас должен прям спросить у него, да? Окей. Хорошо. Сыночек, скажи мне, пожалуйста, а как ты хочешь, чтоб тебя назвали? Вот прям так и сказал. Батя, назови меня Сан Саныч, не прогадаешь? Ой, Саша, прекрати, ну я серьезно говорю, что это очень классный тест. Вот ты называешь имя ребенка, и когда он стукнется, значит он это имя и выбрал. Давай, сейчас проверим. Так, сына, как тебя назвать? Ян, Варфоломей, Мирослав, блин, что-то живот начал бурчать. Да потому что его тошнит от этих имен, да, Сан Саныч? Саш. Ладно, все, давай, продолжай свои иезуитские имена, давай. Саш, он стукнул. Сан Саныч? Да. Сан Саныч! Ай! Вот она моя борода, Сан Саныч! Саша, прекрати, ну так, мальчики, оба прекратите. Ну так, что ты, согласна? Ну хорошо. Ох, класс! Отлично! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Только когда родится девочка, назову ее я. Я даже имя придумала. Джессика. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Какое имя? На что? На Джек? Джон? Джессика Джоновна? Это звучит вообще, как пароль на Wi-Fi. Чтоб никто не догадался. Саша, я назову Джессика. Ну почему нельзя назвать просто? Александра. Потому что она будет Джессика. Ну, как звучит, а? Сан Сановна. Саша, Джессика. Ну круто! Мы ее с Сан Санской устроим. Да, да. Аранжировочку сделал, да. Отправил на мастеринг, да. Просто там немножко частотки. Подправить, да, будет отличный сингл. Да, да, да. Обращайтесь. Хорошо. Здорово, топер. Здравствуйте. Вы по записи? Нет, блин, замороженным. Ну если мы в студию звукозаписи, понятно, что мы по записи. Давай, сдави старшего. Что, простите? Ты что, глухой, как Паганини? Глухой был Бетховен. Значит, во-первых, Бетховен это собака из кино. А во-вторых, будешь мне дерзить, я тебе пасть порву. Понял? Зови старшего, давай. Ээээ... Кто вам нужен? Мне нужен... Сейчас тебе скажу, кто мне нужен. Евгений Битмейкер, аранжировщик, саунд-продюсер. Это я. Ты? Такой коротышка с такой длинной фамилией. Ха-ха-ха. Ладно. Ну, окей, смотри, что нужно сделать. Извините, пожалуйста, у меня через 10 минут запись, поэтому... Значит, запись у тебя уже прямо сейчас. Понял, да? Значит, нам с Лёлей... А, кстати, это Лёля. Лёля... Не перепутай. Лёля та, что держит. Ту, что держит, это Ляля. А я смотрю, вы не заморачивались. А я вообще по жизни не заморачиваюсь, понял, да? Короче, смотри, нам надо сегодня записать песню. Извините, пожалуйста, сегодня не получится. У меня свой график и... Понял тебя. Штукарь раздвинет твой потный график, а? Ах, поймите, не всё в этом мире решает деньги. Ах, я теперь понял, что у тебя такая длинная еврейская фамилия. Ха-ха-ха. На. Значит, смотри, надо записать песню... Извините, пожалуйста, вы, наверное, не понимаете. Процесс создания песни от наброска до мастинга занимает, ну, минимум, месяц. Значит, смотри, если ты сейчас не согластишься, через месяц тебя только найдут, а потом ещё дня два-три опознание будет. Ладно, 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 ладно. Ладно, что вы хотите записать? Нам нужен хитяра, чтоб так народ врубил и сразу гололы, гололы, гололы. Ха-ха-ха. Я понял, да? А, скажите, референс у вас есть? Не, уже вылечили вроде. Уже нормально, да. Ну, может быть, демочка... Да ну, посмотри на неё, какая же она уже демочка. Давно уже, нет. Хорошо, если у вас нет референсов, демочки, вы объясните, что вы хотите записать? Я же тебе всё уже объяснил. Нам нужен хитяра, чтоб такой кольщик наколи мне купола. Ну, только весёлая и танцевальная. Текст есть у вас? А у тебя что, нету? Нет, я композитор, я музыку пишу. Подожди, а что, текст пишет другой крендель? Да. Охренеть, как у них всё сложно в этом шоу-бизнесе. Я так понимаю, у вас один нормальный только Потап. Вообще над текстами не заморачиваются. Послушайте, может быть, мы перенесём на завтра? Я подготовлюсь. Не-не-не, на завтра не вариант. Завтра у нас уже съёмки клипа. Там уже Бадоев заряжен, бабки перечислены. Кто? Бадоев? Ты шо, не знаешь, кто такой Бадоев? Лёля, мы шо, какому-то неизвестному лоху сто кусков перечислили? Нет-нет-нет, я знаю, кто такой Бадоев, но я просто сомневаюсь, что он согласится снимать клип для Лёли. А ты не сомневайся, бабки любят все. Тем более, Лёля, она ж не с улицы пришла, она ж раньше в Виагре была. В Виагре? В каком составе? В запасном. Ну, она не пела, она только рот открывала и в сауну выезжала. Мы, кстати, там с ней и познакомились. У неё фонограмма вырубилась, она стояла... Хорошо, а как вы собираетесь снимать клип без текста? А я шо, знаю. Я к Бадоеву Лёлю подвёл, он посмотрел на неё и сказал, мне всё понятно, текст не принципиален. Мне тем более, понимаешь? Послушайте, может быть я позвоню Бадоеву и мы перенесём съёмки клипа. Не-не-не, ну Бадоева перенести то не проблема, он всё равно на месяц заказан. А вот Элтона Джона не перенесёшь, у него только завтра получается. Лёля будет петь с Элтоном Джоном? За такие бабки это Элтон Джон будет петь с Лёлей. Ну хорошо, в каком стиле будем записываться? В том стиле? Да. Ну такое что-то среднее между Шуфутинским и Поляковой, да? Что-то среднее между Шуфутинским и Поляковой, это что, Дидзю? СМЕХ 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 Лёля с бородой? СМЕХ СМЕХ Не, по-моему это перебор уже. СМЕХ Ну хорошо, мне нужно понимать, сколько октав берёт Лёля? СМЕХ Ну я же, извините, я должен разобраться. Ну, владеет ли она вибрато? СМЕХ СМЕХ Ну владеет. СМЕХ Ну я часто в командировках, и шо? СМЕХ Короче, шо у тебя за вопросы такие? Ты давай про музыку что-то спрашивай, ё-моё. СМЕХ СМЕХ Ну хорошо, расскажите мне, она поёт грудью или животом? СМЕХ СМЕХ Лёля, иди сюда. СМЕХ Посмотри. На её грудь и на её живот. Как ты думаешь, чем она поёт? СМЕХ СМЕХ Ротом, конечно, но ты даёшь! СМЕХ 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 Хорошо, давайте поработаем. СМЕХ СМЕХ Что? Что вы делаете? СМЕХ Отбой, Лёля! Лёля, 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 отбой. СМЕХ Поработаем, это у нас кодовое слово. СМЕХ СМЕХ Поэтому вот придумай себе что-то какое-то другое. Там, попоём там, понял, да? СМЕХ Ага, хорошо. Давайте попоём. СМЕХ 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 Вы что, дверь не закрыли там, что ли? СМЕХ 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 Не, это из Лёли сквозит. СМЕХ СМЕХ А, я, я понял. Лёлечка, Лёлечка, захлопнем дверьку. СМЕХ Вам распеться надо. СМЕХ Повторяйте. СМЕХ 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 О, так вот и текст для песни готовый. СМЕХ 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 хватит я понял я я все понял нужно начинать с газов начнем с до прикольная что песня начинаться будет с бздо типа и лай-ло-лай-ло-лай-ло-лай-ло-лай-ло-лай-ло-ло-ло-ло-ло. Дормально, да? Левочка, повторяйте за мной. Слышу, слышу, братан. Вот еще штукарь. Извините, пожалуйста. Че? А может, вы сначала с караоке попробуете, а? Не-не, караоке не вариант. Она же читает хуже, чем поет. Она пока первую строчку допевает. Херакс припев. А что она пела? Шо ты там плакала, мать твоя плакала. Плакала и снова, фиалка руссквела, а сё я не выслали, мы плазали. Короче, в караоке рыдали все. Я верю. Слушайте, а может, мы собачку запишем? Не, собачка на клип не наработала. Она мне в тапки надзерила вчера. Так что, о, слушай, а у меня идея. Ага, ага. А вот шо если... Та захлопни ворота! А шо если... А шо если вот этот текст, который ты придумал, вот это, доры, ми, фасоль, да? Ага. А, на украинский перевести. Что? Ну, типа, доры, мы, фасиль. И запустить на радио. Чтоб так ворваться в шоу-бизнес, чтоб везде. Поверьте, паке, как она уже везде. Слушайте, ну, может быть, вы начнете с простых проектов. Вот, отличный проект для старта. Кароки на Майдане. Юля, 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 спокойно, спокойно, спокойно. Все хорошо, все хорошо. Ты это, не упоминай про это. Она там участвовала. И когда пела, люди начали кидаться там помидорами, яйцами. Этот придурок, который телевизор выиграл, плазмой за него впустил. У него до сих пор, вон, шрам от HDMI. А, нет, это дециметровая антенна. Она вот здесь вот. Во, во, от HDMI. Знаете, вы, конечно, меня извините, но я бы сделал все, что мог бы сделал, но у Юли просто нет слуха. Как нету? Юля, да слышит она. Ну, я имею в виду музыкального слуха. Ой, да ладно, кого это сейчас интересует. Сейчас компьютерами все это равняется, я же знаю. Давай, садись, садись, давай, записывай. Ну, хорошо, я сейчас сделаю дорожку. Братан, не отвлекайся, я все сам сделаю. Что делаете? Дорожку. Или ты дунуть хотел? Нет, я это не употребляю. Ну, я надеюсь, ты хотя бы гей? В смысле? Нет. То есть ты не гей, не употребляешь? Ты вообще из шоу-бизнеса? Алло. Представьте себе. Странный какой-то. Лелечка, вот вам микрофон. Будете в него петь. Обычно он в два раза меньше. Бля. Давай без подробностей. Еще в два, максимум полтора. Готовы? Так, работаем, Леля. Извините, пожалуйста. Поем, Лелечка, поем. Давай на украинскую фразу. Мы фасиль. Вот, давай фасиль на... Вообще на бабы заменим. Давай. Дуре мы бабы, дуре мы бабы, дуре мы бабы, дуре мы бабы, дуре мы бабы. Стоп, стоп. Компьютер завис. Ну так развисни его, давай. Дуре мы бабы, дуре мы бабы. Я не могу, ну что я могу сделать? Ну техника даже не выдерживает. Блин, ты че? Ну не понимаешь, что ли? Сегодня у нас должна быть записана песня. Завтра съемка клипа, послезавтра премьера песни в сауне. Кум мой приезжает из Днепра, ты вообще понимаешь, кто это? Ну что я могу сделать? Ну хотите, пристрелите меня. Хочу. Подожди. О, Кумчик, здорово. Как, уже прилетел? А я думал, что ты... Ну не вопрос, встретим сейчас. Давай езжай в сауну. Сейчас мы дам... Да, да, Лёля будет петь для тебя вживую, прикинь. Все, давай. Я прошу прощения. Лёля вживую? А что думаешь, не потянет? Ну как бы... Ну ладно. Тогда так. Поехали, платье оденешь в машине. Если кум мой будет сильно приставать, ну ты подыграй мне как-нибудь, а я тебе добавлю потом. Поехали! Яна, 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 просыпайся. Быстрее, просыпайся. Это вопрос... Что? Что? Жизни и смерти. Какой? Черт, потери. Ты что, решил кардиограмму на дому сделать? Нет, Яна. Это полиграф. Я взял на один день потренироваться. Ой, а это ты что, новую ролевую игру придумал? Это не я, это наш президент придумал. Сегодня половина Верховной Рады будет дома с женами играть в одну и тоже ролевую игру. В смысле? В коромыслие, Яна, что непонятно? Нас завтра всей фракцией отправляют на полиграф. Ой, я тебя умоляю, но ты же каждый год ездишь на этот полиграф, и все нормально, здоров. Яна, полиграф и флорография – это две разные вещи. Здесь что-то не то ляпнул, все, нафиг из фракции, нафиг из партии, нафиг из парламента. Я тебя умоляю, ну может они опять решили там что-то пошутить, там повеселяться и замнут? Не замнут, это ж необычное кнопкодавство. Тут все серьезно. Яна, он Ковальчука, помнишь? Ну, со страусиными фермами. Ну? Все, взяли за яйца. Страусиные? Если бы, Яна, если бы. Я спать. Что значит спать? А вопросы я себе что, сам задавать буду? Какие вопросы? Да любые, я не знаю. Спроси меня что-нибудь. Окей. Можно я спать? Яна, ты что, не понимаешь что ли? Я, если вот эту вот хрень не пройду, ты будешь спать где-то на улице, еще лет 20. А, прям настолько все серьезно? Настолько. Окей. И как оно работает? Я не знаю, оно как-то считывает пульс, и если пульс прыгает, то значит человек нервничает и скорее всего врет. То есть ты во время нашего секса врешь? Яна, во время нашего секса я вообще сплю, давай быстрее. Так, что, что? Да любой вопрос. Просто любой вопрос? Вот любой. Любой. Хорошо. Ты брал взятки? Яна, блин! Черт! Ты что с козырей-то херачишь, а? Блин! У меня пульс сейчас 220, ты посмотри! А, это напряжение. Ты понимаешь, это главный вопрос. До него нужно вырасти, надо потренироваться как-то. Попроще что-то. Хорошо, попроще. Ты давал взятки? Яна! Да смени ты пластинку, черт подери. Ладно, ну не знаю. Тебе нравится президент Украины? Да. Какой из шести? Яна, что тебя в крайности так кидает? Как ни в одну, так в другую. Спроси обычный вопрос, я тебя прошу. Хорошо, обычный, окей. У вас в партии есть геи? Да что это за звук? Я не знаю, это прибор. Я вообще не в курсе, какие он звуки издает. Я просто переживаю, что тебя могут наказать. Поэтому хочу узнать, есть ли у вас в партии геи. Яна, да где их сейчас нет? Задавай, ну какой-нибудь простейший вопрос. Самый простой. Хорошо. Сколько стоит хлеб? Окей, простой, но такой, чтобы я знал на него ответ. Сколько стоит Майбах? Ну не такой простой, Яна. Ну тут каждый дурак в ради знает, ну. Ну что-нибудь серьезное, да? Давай что-то посерьезнее. Посерьезнее. Ты мне изменял? Яна, я серьезно? Я тоже серьезно. Ты что, не понимаешь? На кону наше будущее с тобой. А ты спрашиваешь какую-то фигню. Вот из-за этого будущего я и спрашиваю, извинял ли ты мне. Яна, пожалуйста, простой вопрос, который тебя не касается. Хорошо. Какой у тебя пин-код от карты? Причем здесь пин-код от карты? Да при том, что когда я у тебя его спрашиваю, ты всегда мне отвечаешь, этот вопрос тебя не касается. Яна, там очень сложная комбинация цифр, ты все равно не запомнишь. Четыре ноля? Нет. Четыре единицы? Нет. Один, два, три, четыре? Яна, ты что, собираешься перебирать все цифры в мире? В конце-то концов спроси меня что-нибудь про солнышко, про травку, я не знаю. Солнышко, ты куришь травку? Да. Яна, ты что ты меня палишь-то? Давай, простой вопрос, соберись, пожалуйста. Тебе нравится Ирина? Какая еще Ирина? Ну ты в интернете все ее фотки лайкаешь. Яна, я тебя прошу спрашивать простые вопросы о семье, о возрасте, вот что-то в этом роде. Сколько Ирине лет и почему она разбивает нашу семью? Яна, господи, да что ты прицепилась-то вообще? Я прошу тебя задать вопрос, связанный с моей работой. Хорошо. Кем у вас работает эта Ирина? Вот этот вопрос вообще никого не интересует, Яна. Как это? Всем же будет интересно, кто с кем спит у вас на работе? У нас на работе вообще спать запрещено. У вас и проституток заказывать запрещено, но заказывают же ж. Яна. Ты и заказывал проституток? Нет. Ой. А что же это за звук? Да я понятия не имею, может он вообще не работает, этот прибор. Ирина проститутка? Яна. Ирина это, это член нашей партии. Ирина политическая проститутка? Ты лишал ее депутатской неприкосновенности? Прекрати, Яна. Так, возьми свой телефон и задай мне любой вопрос из интернета. Любой? Любой. Окей. Оцените себя по десятибалльной шкале, насколько вы странный. Другой, любой. Представьте, что вы карандаш и попали в блендер вашей действия. Яна, дай сюда телефон, я его выброшу. Да кто ты нервничаешь, господи, да возьми это и выпей успокоительное. Не могу я выпить успокоительное, у нас кровь на анализы берут. Да, вас реально как-то обложили. Еще как, если они еще узнают, что я у тещи квартиру арендую, мне капец. Слушай, ну тут в интернете пишут, как можно обмануть полиграф. Ну? Просто очень-очень сильно нужно сжать мышцы сфинктера. Сфинктера? Задницы. Я знаю, что такое сфинктер. Конечно, ты же работаешь в Верховной Раде. Яна, я как только узнал про этот полиграф, у меня этот сфинктер так сжался, что у меня ноги короче стали. Продолжим. Ой, я даже знаю, кто пишет. Нет, это не Ирина, это из фракции. О, кто-то слил все эти вопросы на полиграф. На, задавай вот эти. Вы действительно фамилия, имя, отчество? Яна, ты не могла бы подставить мою фамилию, имя, отчество? А, да. Вы действительно крутоголов Егор Григорьевич. Да. Вы действительно работаете в Верховной Раде? Да. Вам действительно 39 лет? Да. Блин, какие тупые вопросы. А про карандаш в блендере получше, да? Вы действительно переспали с Ириной? Ну-ка, дам сюда телефон. Яна, здесь такого вопроса нет. Здесь спрашивается, был ли я в Крыму. Так вот, нет. Нет, не было или нет, не спал? Нет, не был. Значит, спал. Нет, не был. Вам предлагали секс за деньги. Что? Что опять за звук? Кто с этим аппаратом? Я не понимаю. Черт, что это за вопрос? Я опять что-то придумала. Действительный вопрос. Это кто прислал? Черт. Это Джокер. Блин. Какой Джокер из фильма? Из оппозиции. Черт. Нет, это все не работает. Это... Ты ко мне слишком хорошо относишься. А там будут люди, которые мне будут задавать вопросы. Так вот, они меня ненавидят. И я их тоже ненавижу. Вот такой мне человек нужен. Не человек, а мразь. Мама! Что, пузатый? Взяли тебя за твою толстую задницу, а? Мама! Что, мама? О! Судя по проводам, готовимся к казни на электрическом стуле. Мама! Мам, послушай, у Егора завтра тест. На беременность. Да тут все видно, 20-я неделя. Мама, ну, теста честность. Какой нахрен тест? Вы там у себя работаете? Или продолжаете фигнёть заниматься? Мама! Мам, завтра у Егора допросы, нужно его как-то к этому подготовить. Допрос? Да. Да не вопрос. Сейчас подготовим. Хороший мой. Говори, брал взятки, а? Можешь не отвечать по твоей наглой морде, вижу, что брал. Евгения Валерьевна, а вы уверены, что вы поняли задание? Здесь вопросы задаю я. Мамочка, а ты просто не с того вопроса начала. Яна, я всегда начинаю с главного. Говори, где бабки хранишь, а? Пароль и явки именоподельников, говори, кобель. Я не знаю. О, врёшь, скотина! Мама, мама спроси, кто такая Ирина. Кто такая Ирина? Я не знаю. Врёшь, скотина! Яночка, неси утюг. Это зачем утюг? Не надо. Сейчас эта скотина всё скажет. Не, 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 не. Тяжело в учении, легко на нарах. Не, не, не. Говори, скотина, брал взятки, а? Ой, больно! Он даже не подключен. Яна, он у тебя не только брехло, но ещё и ссыкло. Говори, брал! Я брал! Спал! Спал! Пин-код! Один, два, три, четыре! Я сдала! Мамина школа. Быстро ж ты раскололся. Тут я на корыто стирки. Тебе, Егорка, ещё тренироваться и тренироваться. Да почти вы обе! И полиграф этот тоже пошёл. И политика эта пошла в зобу. Я у себя в комнате. Не входите. Я плачу. Мам, откуда у тебя такие навыки? Дочь, ну, помнишь, когда наш папа нас бросал, не хотел говорить, где документы на квартиру? Ну, помню. А потом сказал. Ну? А ведь он у нас глухонемой был. Мам, inspiration. Мамам. Мамам.